Татьяна Сергеевичева над своими капкейками трудится с особым усердием. Любимый материал – сахарная мастика. Начинающий кондитер делится. Лепить миниатюрные сладкие скульптуры, готова сколько угодно. Дома ее ждет главный экзаменатор – папа, который не прочь отведать новые кулинарные шедевры дочери. Вообще я не люблю придерживаться рецептуры. Я как бы готова что-нибудь там побольше положить, повкуснее, чтобы получилось. То есть рецептуры – это всегда как бы поменьше, что-нибудь там прям по стандартам. А я вот люблю свое. На все про все три часа. Украшения для своих кондитерских произведений участники могли готовить заранее. Студенты соревновались в двух номинациях – капкейки и конфеты-трюфель. Несмотря на юный возраст поваров, поблажек никаких. Блюдо должно быть изготовлено технологически правильно, обязательно вкусно и красиво. У нас в жюри кондитеры международного уровня, и их оценка для нас очень значима. Это те, кто работают с шоколадом и знают его досконально. И мы сегодня поэтому проводим такой конкурс еще совместно с ними, чтобы они поделились профессиональными секретами, профессиональным мастерством и передали свой определенный опыт нашим студентам при приготовлении шоколадных конфет и при приготовлении капкейков. Конкурс имени шоколадной леди, основателя Куйбышевской шоколадной фабрики Елены Васильевны Шпаковой, организован Самарским департаментом семьи, опеки и попечительства. Помимо соревновательной программы, мастер-класс студентам дали ведущие специалисты кондитерской отрасли. Красотой мир спасется. Вот глядя на этих ребят, на их творчество, я думаю, что они спасут мир. И вот те сладости, которые они разрабатывают, они, во-первых, не могут их оставить. Ну, такие люди не могут быть злыми, они просто вот добрые по определению уже. В планах техникума запустить линейку кондитерской продукции по самым удачным рецептам студентов-кулинаров. Анастасия Зубарева, Максим Гусев. События.